всем привет с вами я ольга царанских и сегодня на вот этой небольшой шкатулочки я вам покажу как можно смиксовать различные техники и воплотить интересные идеи сегодня я переделываю шкатулочку был декупаж на шкатулке решил ее переделать смиксовать несколько техник сошкуриваю верхний слой чтобы сцепка появилась и теперь наношу первый слой это будет текстурная паста после будут крепиться элементы первый слой фона это просто текстурная паста нанесенная хаотичными мазками она создаст рельефность и уже после высыхания поверх нее я буду наклеивать элементы и наносить пасту через трафарет паста высохла наношу теперь узор через трафарет это второй слой наношу немного больше чем мне надо в некоторых местах там потом закроется это элементами но мне важна именно структура фона чтобы она была интересная такой трафарет я выбрал совершенно классический для таких фоновых работ опять сушу и теперь прям текстурную пасту и шпаклевку у кого что есть я буду наклеивать элементы это металлический элемент это и деревянные элементы у меня будет повторяться в композиции один и тот же элемент круглый буду несколько раз его применять это различные круглые элементы я не могу сказать что эта работа сделана в каком-то определенном стиле а хотя очень напоминает стиль стимпанк или микс медийные работы но мне здесь скорее смиксовалось несколько техник я здесь обыгрываю именно круглые формы и составляю композицию здесь и время здесь и штурвал корабельный который символизирует путешествие все что содержит круглые формы такая интересная будет работа примеряем составляем композицию лучше сделать это конечно заранее может быть даже прорисовать либо поскладывать пораскладывать как лучше расположить элементы еще раз повторюсь что все и закрепляем текстурную пасту мне этот способ очень нравится но это не единственный способ закрепления такой композиции то есть элемент на структурную пасту я приклеиваю но после всю работу я буду покрывать краской из баллончика любой это создаст во первых как грунтовка сработает во вторых и как связующее вещество которое будет фиксировать элементы на работе этот способ мне очень понравился не очень люблю использовать клей все-таки между элементами при таком наклеивании могут образовываться просветы и не очень хорошо если там будут просто пустоты текстурная паста на эти пустоты заполняет и вот обратите внимание сейчас да все пустоты я заполняю такими мелкими бусинками после окрашивания после тонировки эти бусинки не будут выглядеть именно бусинками они будут элементами декора создавать определенную текстуру можно использовать мелкий бисер тоже будет очень интересно хорошо смотреться можно использовать кристальную пасту фирмы таир очень тоже ее люблю таких работах она смотрится просто великолепно так примеряю немного изменила композицию не так как хотела изначально добавляю везде где у меня появилась пустота мелких бусинок и добавляю текстурной пастой заполняем такая композиция у меня получается делала эту композицию буквально из тех элементов которые у меня оставались вот вы их видите все на столе можно подобрать прям специальные элементы которые характеризовать эту работу вы обратите внимание потом после мастер-класса в конце я размещу фотографии этой работы готовы и фотографии еще одной работы на которой тоже показана эта техника ну что ж моя крышечка высохла вот вы видите да я ее лак краской простите из баллончиком забрызгала чтобы зафиксировать элементы ну и теперь совершенно классическая техника все окрашиваем в темный цвет у меня это черный и упраженная окрашиваю все хаотично в темный цвет можно другой какой-то цвет выбрать темный здесь важен контраст работаем на контрасте сначала все окрашиваем темным цветом а затем с помощью светлого цвета или металликов будем выделять элементы я хорошенько все окрашиваю особое внимание уделяем углублением краску разводим жиже и прям туда заливаем ее чтобы все-все-все у нас прокрасилась хорошенько потом просушиваем чтобы следующий свой краски у нас уже на сухую поверхность вносить теперь углубление я буду заливать цветной краской именно заливать помощничку не прибежал именно заливать краской чтобы такой создать глубокий цвет если мы просто сухой кистью выделим это будет хорошо но если свет у нас будет в углублениях еще один дополнительный и не обязательно металли то это будет смотреться интересно и цвет будет именно глубокий таким образом можно создавать и какие-то имитации и ржавчины и окисления если мы с металлом работаем но в данном случае у меня такой цели нет я просто добавляю два цвета которые у меня будут очень деликатно как такие небольшие изюминки просвечивать на этой работе хорошенечко все распределяю не наношу плотным слоем я все размываю водичкой как акварелью в углублениях потом эта красочка останется а сверху все затонируется металликами я уже приготовила три металлика вы видите я буду их использовать сейчас еще подумаю какие лучше в этом случае не будет использовать вот можно и брать не черный цвет допустим за основу можно взять темно-синий цвет за основу тоже будет очень здорово смотреться если потом также пролить какими-то цветами углубления можно взять за основу просто умбруженную тогда это будет шоколадный цвет очень здорово с ним бирюза будет сочетаться то есть экспериментируйте смотрите эта техника опять-таки она универсальная и применима для большого количества работы вот видите высохли в в углублениях такая такой налет пулька такая осталась интересно теперь я беру металлики и буду выделять методом сухой кисти все как обычно это происходит люблю этот метод мне хорошо дается в моих работах и я его очень часто применяю универсальный метод выделяю цветом старое золото очень кстати мне понравились металлики фирмы таин вот таким образом выделяем сухой кисточкой где-то больше где-то меньше я буду использовать все три металлика да и золото и серебро буду сочетать на одной работе потому что у меня и черный цвет есть и у броженной есть темно-коричневый поэтому и тот и другой цвет мне здесь пригодятся вот уже работа приобретает совершенно другой вид теперь возьмем серебро и самые высокие места ну как блики выделим именно серебряной красочкой таким образом серебром выделяем по углам тоже серебром можно пройтись и здесь уже регулируем где-то больше где-то меньше смотря какие элементы хочется выделить смотря о чем работа у меня работа о времени путешествия поэтому я выделяю и часы и выделяю штурвал добавила еще цепочку как вы видите на крышечку не было ее раньше и теперь крышечку покрываю одним слоем полу глянцевого лака жду высыхания и после смотрю нужно что-то мне добавить или нет если надо то добавляю если нет то прохожу еще несколькими слоями лака и прикручиваю фурнитуру на этом работа будет завершена достаточно просто и быстро вот такую маленькую шкатулку можно сделать наша работа завершена вот такая интересная шкатулка с различными техниками и идеями у нас получилось на фотографиях после мастер-класса вы увидите еще и другие варианты применения этой техники сложно сказать симпанк это или микс-медиа здесь собраны несколько техник несколько вариаций достаточно простом воплощении до скорых встреч друзья заходите гости ко мне в инстаграм и подписывайтесь на канал творческой студии ТАИ и и Продолжение следует...